Здравствуйте, друзья! Сегодня 29 марта. У нас снега почти не было, чуть плюс и вот он уже сошел. Вот, сейчас пока, правда, ноль последние, но это ночью ноль, днем уже обещают плюс 10 и скоро проснутся первыми, наверное, черешни. Вот они, вот эти черешни до высоте, раз, два, три, четыре, восемь, десять метров. Это одно из чудес Сибири. Сколько бы ни говорили, что здесь климат, как на Украине, черт из-два. Сравнивали с Москвой, теперь статистики хватает. И мы теперь знаем, что средняя температура у меня, что здесь в Украинском районе и в Москве ниже на средне-зимнее на восемь градусов. Это огромнейшая разница. С Красноярском на один-два, с Новосибирском на один-два. Теплее, да. Но холоднее Москвы на восемь градусов. И вот они, черешни. Это черешни, которые вот сейчас на этом дереве, которое не вечное. Смотрите, видите? Она не вечное. Правда, у меня еще ни одна черешня не погибла. Вот. Возрастом они где-то лет двадцать у меня. Так. Но тоже не вечное. И вот сейчас, вот здесь вот, не грибы должны расти, но растут уже. Нельзя, кстати, их трогать и срезать нельзя. Вот здесь должна быть табличка. Охраняется законом. Не то, что не резать, не подходить. Вот. Иначе десять лет будет переписки. Или что-то в этом роде. Вот. Выкуплена должна быть у меня вот эта черешня. Вон та черешня, такая же аэкопия. Вот. И они должны быть внесены в Красную книгу за свою абсолютную морозостойкость, невиданную, неслыханную. Вот. И быть основой нового садоводства. А не вот этого, которое развивают ученые из Брянского института, которые учат одновременно. Сперва, искалечить. Все черешни признаны неправильными. Вот. От пяти восьми оставлять три, то есть срезать от двух до пяти веток, как в Баруси. Вот. Не позволять расти между ярусами больше. То есть, если меньше метров, все срезать. Вот это и есть современное садоводство. Оно страшное, оно богопротивное. Деревьями дают расти так, как они росли в природе. Я не зря назвал. Богопротивное. Миллионы лет, десятки, сотни миллионов лет. Они развивались, приживались, выживали как могли. И когда они покрыли миллионы, на миллионах гектаров они растут, на нескольких континентах, пускать на север их не верено. Калечить, калечить, калечить. Якобы увеличиваем морозостойкость. Вот это одно первое, что я хотел сказать. Вот. Это будет небольшой фильм. Потом еще придет лето. Посмотрите, сколько цветов. Ветер поднялся. Видимо, будет плохо слышно. А я вот сюда спрячусь. Где сарай, там тихо. А здесь микроклимат. Итак, продолжаю. Вокруг него вишни. Вот эта вишня приказала долго жить на 23-м году жизни. Я ее привез с Украины. Продержалась 23 года. Ее потомки, вот они, вот, продержатся еще лет 5, наверное, 10. Пока это предел, пока. Но получилось так, что их ровесники черешни пережили, правда, южная, а то я привез в Херсонскую область. А черешня уже до этого жила у Боднера в Черемушках. 20-30 лет, это значит, ну нет, не столько, ну 20. А это уже Сибирь в Черемушке. Это возле Сан-Шушенской газ. Теплее, но все-таки это целая ступень продвижения на север. Вот. И там тоже никому не нужные черешни. Царство Небесному нашему, нашему гиганту, я так считаю. Вот. Боднеру Борисовичу. Ну вот, весь рассказ. Есть интересные подвижки еще так. Видите, здесь была черешня. Вот. Она погибла. Вот эта не выдержала. Вот. Кто виноват? Железов. Почему? Нищета. Вот эта черешня, с нее были срезаны все ветки. При росте. И она не выдержала. Вот здесь у меня, видите, вот он пень. Смотрите. Здесь росла моя самая, самый знаменитый персик. Он был привит на вот таком же базуском абрикосе. Так. Он дал несколько уникальных урожаев. Показывала телевидение. Приезжали журналисты. Вот. И вот страшное время, когда меня сожгли плодовый сад. 2000. Ну, только яблонь была полторы тысячи. Всего деревьев было 2000. Вот. И когда его сожгли, сожгли специально, нагло, намеренно. Вот. Местные авторитеты говорили. Пой живет Железов. Он работяга. Мы его доить не будем. Кого доить? Только первый урожай, и приезжают мотоциклисты. Вот это было. Кто из нас это не пережил? Сад был создан моими бруками. Вот этими. Еще моего друга. Четыре руки. Вот. Отнимали последнее от себя. Отнимали. От жалкой. Какая там зарплата была? Я когда валялся, 51 год была. У меня была зарплата 13 тысяч. Вот. Вот они, работники. Идут работать. Прививать. Начали прививать 25 марта. Еще по снегу последнему. Позамерзшие. Сережа! Да, это самое. Насчет бутылок договорились? Ну, давай завтра. Хорошо? Я сам поучаствую. Проводим эксперимент. Интересно, что... Ой, нет. Совсем другая тема. Прививочная. Надо остановиться. Итак, черешни, на которых должна быть надпись, что я не имею права ее трогать. Вот. Поднимается ураганный ветер обещанный. Правда, я спрятался за сараем, но хотел продолжить разговор. Дело в том, что следующий фильм будет, знаете, о чем? Опять-то то же самое. Витативная реализация. Одно из направлений я назвал инфицирование. Я вам покажу. Вот здесь мы будем говорить. Только бы ветер не помешал. Видите? Сережня погибла. А вот эти вишни, вот эти вот, я жду первого рожая. Вот они, цветочные почки. Если вишни, просто вишни, да? Вот эти, например. Видите? Вот вишня молодая. Вот такие вот плоды. Вот такие вот. А здесь я жду плоды размером, ну, по разу в полтора крупнее. Вот. И где-то похоже на чережь, и листья похожи на чережь. То есть я надеюсь, что это будет визитативный гибрид. Мало того. Прошлый год показал следующее. Это было настолько, у меня есть фотографии, но я их показываю на вебинарах, а не в этих фильмах. Вот это деревце, да? Вот здесь вот в прошлом году была первая-единственная, вот-вот-вот, первая-единственная плодик. Он был настолько, вот взял эту краску, половину плодика окрасил красный цвет, а вторую желтый. Настолько огромная разница. Давайте я на вебинаре покажу. Понедельник. А то забываются такие вещи. Проходит год, все забыто. Вот. И это получился вегетативный гибрид. Я в этом году надеюсь, что не один плодик будет, желто-красный, с яркой полосой. То есть невозможно, не то, что там где-то расплывчато, а такая четкая, как будто гены не всплыли. Ой, это надо смотреть. До вебинара, так? Вот. Интереснейшая тема. И еще много чего покажу, когда появятся плоды. Уже в большом количестве. Итак, как назвать этот кусочек? Вот. Назвать его что-то такое. Куда смотрит наука? Я сотни раз так говорил. К сожалению, никто не реагирует. Это как кукарекает петух, а рассвета нет, нет и нет. Вот. Или назвать петух прокукареком, когда рассветет садоводство. Ну, над названием подумаем. Вот. Ну что, ждем урожай. Ждем сенсации. Уже то, что если она просто заплодоносит, уже где-то примерно раз в десятый, пятнадцатый. Вот, черт говорю, ему где-то лет двадцать, двадцать три. Интересно, что будет на корневых отводках. Вот они. На них и так плоды крупнее, я показывал. Вот. А если взять с этих плодов косточки? В кого они будут? В маму, в папу? А? Вот я не знаю. Но жить настолько интересно, что опять приходится откладывать собственное похоро. Я не шучу. Мне надо это проверить. В этом проверить. Потому что это не просто... У меня есть диск, да? Диск. И снимало телевидение в Красноярске. И мы стояли тут и горстями ели желтую черешню. Все. Время ушло. Дерево погибло. Вот. Захотел желтую черешню, нарезал свернков. Всем хотелось. Результат загубил дерево. И тогда я жду теперь именно желтые плоды. Если они будут желтые, на одной ветке, красные на другой. Или двойного будет. Плод будет двойного назначения. Увидите сами. Ну что. До вебинара сейчас я сделаю несколько снимков. Выключу... Выключу... Этого запись. Сделал несколько снимков. И на вебинаре здесь снимки покажу. Благодарю за внимание. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...